Чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. Дабы ныне, что делалось известною через Церковь, начальством и властям, на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем держновение и надежный доступ через веру в Него. Но, как я вчера обещал, сегодня будем иметь проповедь на тему откровения тайн. Откровение тайн. Вы, я думаю, заметили, когда я читал этот текст, там Павел употребляет несколько раз это слово. Тайна. 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 Я знаю, что по-немецки геймлес и по-немецки мистерри. Тайна. Когда я был молодой верующей, может быть, первый год моего верования, и благодаря верным, особенно молодым, братьям и сестрам, которые были из Волыни, это было, конечно, в Германии, я кое-что от них научился, а именно научился узнавать силу переживать благословение через пост и молитву, о чем частично я вчера говорил. И однажды, когда я был в посте, в молитве, читал Слово Божие, и Дух Святый открыл мне, но я был младенец во Христе, конечно, самый глубочайший колодец всей Библии является послание апостола Павла Ефресиана. Прошло много времени после того, и однажды я встречаюсь со статьями известного пионера движения пятидесятников 20-го века, это был Доналд Джи. И я читаю в одной из его статей, где он пишет, «Послание Ефресианам является глубочайшим колодезем всей Библии». Это да и аминь. Слава Господу! И вот, дорогие, Слово Божие говорит о многих тайнах. Конечно, некоторые из них открываются, некоторые закрыты. Я об этом немного позже скажу. Но я упомяну о некоторых тайнах, о которых говорит Слово Божие, которые они были открыты или открываются слугам Божиим. Мы читаем в начале тайна всемирных царств. Она была открыта Даниилу. Когда мы говорим кое-что, что происходит в мире, нам иногда говорят, политика – это не наше дело. Но я вам скажу, никакой политикант, никакой телевизор или радио или пресса еще не описали и не опишут то, что Даниил описал две тысячи лет тому назад о политической структуре этого мира. Аминь. Да, аминь. Тайна всемирных царств была открыта Даниилу. Читайте книгу Даниила, там вы найдете. Идем дальше, мы видим, что есть также тайна беззакония, которая была открыта Павлу и была открыта Иоанну, апостолу. Читаем мы второе послание Фессалоникийцам 2.7 и Откровение 17.5. И тайна беззакония тогда была в силе и дальше и дальше приобретает силу. Далее мы читаем в Откровении в 17 главе 7 стихом Тайна Вавилон, Мать-блудница, исполняется в наши дни. Апостол Павел пишет Тимохвею о тайне воплощения. Бог явился в теле. 1 Тимохвея 3.16. Дальше мы читаем Тайна Церкви, о чем было прочитано отчасти, была открыта апостолу Павлу. Знаете, о тайне Церкви даже не все апостолы понимали. Когда мы читаем Деяния апостолов от начала аж до 15 главы, все-таки мы замечаем, что между братьями верующими из евреев был некоторый духовный эгоизм, это самолюбие. И когда Петр пошел в дом Корнилия и там благовествовал, и Господь весь дом и всех собравшихся крестил Святым Духом, и когда Петр вернулся назад в Иерусалим, его братья, евреи, верующие, христиане напали на него. Ты ходил к нечистым, к гоям и ел с ними. И Петр говорит, я не пошел самовольно, как по-немецки говорит, мутвелик, туда и рассказал, как его Господь послал. И сказал, что Господь не открыл, чтобы я не почитал никого из людей нечистым. Бог нелицеприятен. И все это рассказал и говорит. И когда я продолжал речь, Дух Святой сошел на них, как и на нас вначале, и если Бог дал им такой дар, как и нам, кто я, чтобы восприниматься Богу? Кто я? И они умолкнули. Евреи никак не могли понять и принять и согласиться с тем, что благодать открыто дарована язычникам. Но это да и аминь. И этому апостолу, из которого послание мы читали, Павлу была открыта тайна строения церкви Нового Завета. И Бог из двух, из еврейского народа, из языческих народов, создал свой новый живой храм, строящийся из живых камней, которыми являетесь вы и я. За что слава ему? Тайна церкви. Никому так не была открыта, как Павлу. Я упоминал уже, нам открыта, Господом Иисусом, Луки 8, 10, тайна царствия Божия. Хвала Господу. Это величайшая тайна. Для этого мы живем. Ради этого апостол Павел пишет евреям, вы потерпели расхищение имущества. Многие терпели, замучены были, но все выдержали, зная, что ожидает их нечто лучшее. Открыта тайна царствия Божия. Хвала Господу. И седьмая тайна, которая сокрыта. Об этом мы читаем Откровение 10, 4 по 7. Лучше я прочитаю этот текст. Откровение 10, 4 по 7 стих. Об этой тайне. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать. И он говорит. Но услышал голос неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пишись его. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу, и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмый ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Это тайна восхищения церкви, взятия церкви от земли. Братья и сестры, мы много чего слышим, видим и пережили в наши дни. Может быть, я вам упоминал, но еще скажу. Однажды я ехал из дома в Америку, гайвей или автобан 90, в Ютиков, там большая белорусская церковь, сочитывать молодую пару. Я был очень утомленный, и меня овладевал сон. Я уже молился, кассеты играл, и просил, Господи, не дай мне уснуть. Эта дорога, Толл называется, или Плочная дорога, там нельзя вставать. Останавливаться можно только в Танкстеле. Я молился, но с трудом я доехал до Танкстеля. Когда я доехал, я свернул в сторону, и автомобиль поставил, и вышел так проветриться, немного так походить, чтобы разогнать сон. И мое внимание обратил один столбик, был столб, столбик небольшой, может быть, чуть больше, чем полметра, вышины, и на нем наклеена афишка, и я издали прочел, я дальнозоркий, прочел слово rapture, по-немецки entrikung, или восхищение, по-русски. Меня это заинтересовало, я пошел, подошел ближе, и читаю. Написано, к сведению всем, это было в 93-м году, что я говорю, было. И я читаю, к сведению всем, что восхищение церкви произойдет 28 октября 1992 года. Это дата, когда я читал, уже прошла. И это писали, и повесили эту, сказать, брошюру, или, как сказать, листовку, видать, какие-то верующие люди. Из какого-то соображения или откровения они это написали. Тогда, когда Иисус ясно и понятно сказал, что никто не знает ни дня, ни часа. Уже в продолжении Нового Завета, за последних, можно сказать, 300 лет, много было подобного, очень много, являлись, указывали дату. Я читал, и сожалеваюсь, что я не сохранил этих дат, где было, когда и как, и так дальше. Люди имели некоторые откровения. И указывали, на дату пришествия Христа, особенно восхищения Церкви Христовой. Христос ясно и понятно сказал, и Бог ничего не может делать против своего слова. И если бы даже ангел с неба пришел и сказал нам дату, мы имеем полное право не верить в это. братья и сестры, аминь. Аминь. Никто не знает ни дня, ни часа. Даже Иисус говорит, когда он был в теле на земле, и сын не знал. Это воля Отца. И вот ангел говорит, ангел говорит, скрой то, что ты слышал. Иоанн слышал, когда семь громов проговорили, хотел было писать, но было запрещено голос неба, скрой это. Скрой. В моей жизни уже я около пятьдесяти лет служу Господу. И если я имел, как и многие из вас, имели какие-то пророческие сны или сновидения, я тоже их имел. И могу сказать, за все эти почти пятьдесят лет были, может, можно посчитать на пальцах рук. Больше нет. Однажды, когда я проповедовал, это было в ноябре 1962 года, в ноябре месяц, я проповедовал первый раз было в городе Нью-Йорке, я только приехал из Сан-Франциско, там проповедуют, и меня уже пригласили в Нью-Йорк, я там первый раз посетил этот город, в 1962 году, и одной ночи я вижу, стою я так, как на земле, и вижу как бы глобус или нашу планету земную, и на нашей земной планете стоит американский генерал, он снял левую фуражку и правую руку так держал, как то немецкие солдаты давали салют офицерам, и говорил речь, и говорил с великой властью, и он говорил на весь мир, весь эфир, на всю вселенную говорил, в великой силе, но адресовал свою речь советчикам, это было в ноябре 1962 года, адресовал свою речь советчикам, и говорит, через такое-то и такое время, мы отнимем у вас вашу власть, и он говорил с великой властью, и было сказано, через какое время, но когда я проснулся, как я сегодня вижу этого генерала стоящего, но эта дата из меня исчезла, Бог ее забрал, не дал мне знать. В 1973 году я красил молитвенный дом в городе Гарфилд, это 20 миль от Нью-Йорка, и вечерами проповедовал, как вот у вас, и спал в подвале там. Как раз в это время была война Израиля и Сирии. Я там ночевал, и вот вижу я, идет ряд войск. Я вообще войско любил всегда, и я так пристально смотрю, и хочу определить, чье это войско. Так хочу определить, ну чье это войско. Может было рота, 250 человек, может быть, приблизительно. И охвицер, который вел их, рядом шел, заметил, что я так пристально смотрю, остановился и говорит мне, это было в октябре 73-го года, и говорит мне, в скором времени Советский Союз будет разгромлен и поделен, а Восточная Германия присоединится к Западной. В те дни сказать об этом это было неимоверно, и я молчал. Я думаю, ну если кому скажу, сказать, вот еще новый уже пророк явился. Знаете, ну кто мог подумать, такая масса, которая потрясает весь мир, и весь мир боится, и говорится, что будет разгромлен и поделен. А у Восточной Германии, что присоединилась к Западной, и разговора нет, и мысли нет, правда? Но дорогие пришло время, и исполнилось, и то, и другое. И главное без выстрела, и главное изнутри. Когда что от Бога, Бог свое слово оправдывает, слава Ему. Я мимоходом скажу еще одно. Часто нам говорят, братья, еще раз подчеркиваю, перед тем, как я скажу, Бог не может делать ничего против своего слова. Ничего. Как я слышал, говорю, недавно один брат выразился, и то служитель, что нынешние откровения, которые мы получаем в пророчество, важнее против слова Божьего. Это ложь, это обман. Будем очень осторожны с этим. Очень осторожны. Пусть Бог нам поможет, чтобы, конечно, нам нужны откровения, но Бог не идет против них. Мы видим, дорогие, сегодня Голокаст показывает, Голокаст, Голокаст. Гитлер уничтожил 6 миллионов людей. И некоторые говорят, что это за то, что кричали кровь его на наших детях. Но я вам стоя говорю на Слове Божьем, скажу, это неправда. Я базируюсь на Слове Божьем, это неправда. Слово Божье опровергает это. И я вам укажу Слово Божье. Поняли? Господь, когда явился Моисеем, открывал ему себя, свою славу. Откройте вы 20 главу исход. И читайте, там написано. Говорит, я Бог, милующий до тысячи родов и наказывающий вину отцов у детях до третьего и четвертого рода. Слышите? Бог говорит до третьего и четвертого рода и от Христа до Гитлера 45 родов минимум. Это не сходится. Поняли вы? Я говорю, стою на Слове Божьем. За что это Бог знает? Не нам судить. Я не хочу сказать это судить, но не это. Бог не взыскивает через 45 родов, но до третьего и четвертого рода Бог взыскивает. Слава Ему! Аминь! Слава Ему! Дорогие, я немного остановился на этой тайне. Апостол Павел говорит ферсоновикицам, Павел говорит в 15 главе 1 Коринфян, у них ока и так дальше. Конечно, это тайна, но не забудьте, когда Иисус сказал, что никто не знает ни дня, ни часа, он же старался внушить своим верным, чтобы они знали о времени пришествия его. Дня и часа никто не знает. Но вот когда вы только через окно посмотрите на двор, на деревья, то сразу видите, что осень. Правда? Если земля белая, мы сразу знаем, это зима. Если все начинает зеленеть, знаем, весна. Иисус говорит, так вы когда увидите это все? Конечно, братья, я пользуюсь часто Библиями на разных языках. И если человек будет читать Библию только на одном языке, есть такие выражения, которые можно сказать на одном, но нельзя сказать на другом языке. И вот я читал, вы читаете, допустим, русскую Библию. Иисус говорит, когда это все, видите, сбывает, сбывающимся, говорит он, это начало болезнь. Как раз я не смотрел немецкую. Как там написано. И вот я читал русскую Библию. И каких болезней? Каких болезней? Но вы посмотрите в оригинальные и в другие переводы. Здесь Иисус говорит о болях женщины перед родами. Моя жена семеро родила. И она говорила, чем ближе к родам, тем чаще боли схватывают. Правда? Вы тем чаще. И поэтому определяется пришествие нового человека в мир. И вот Иисус говорит, увидите землетрясение, и то, и то, войны, много чего. Это начало этих болей. Женщины в родах. И родится тот, который будет взят к небесам, к престолу Божьим, младенец мульского пола. Слава Богу за это. Но, дорогие, перед тем, как это совершится, мы видим сегодня, идут две параллельно силы. Параллельно. Я упоминал, Павел пишет, Иоанн пишет, о тайне беззакония и о церкви. И они идут параллельно. И когда дойдет до кульминационного пункта или наивысшего пункта, церковь будет взята и тайна беззакония родит или произведет сына погибели беззаконника, который превознесется выше всех и написано даже сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. И к этому мы очень близки. Очень близки. Первое пришествие Иисуса Христа на землю имело две фазы. Я не говорю фразы, я говорю фазы. Вы понимаете? И между этими двумя фазами было 30 лет промежуток. Мы празднуем Рождество, родился Сын Божий. Иисус Христос родился. Через 30 лет Он является как Мессия, как Спаситель, как Первосвященник Нового Завета. Является. Таким образом, первое пришествие, но оно делилось на две фазы. То самое. Явился потом 30 лет молчок, за исключением, когда он был 12 лет в храме. Потом является Он как Агнец Божий, как Мессия, как Искупитель. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мир. Второе пришествие Христа, мы называем, будет иметь тоже две фазы. О нем ясно говорится. Написано в мих ока. Никто не будет видеть никто. Моментально, мгновенно. Те, которые почили во Христе будут изменены. И оставшиеся живые, которые в Господе получат новые тела. Такие тела, какое получил Иисус в тот час, в момент, когда Он воскрес из мертвых. Это нетленное тело, нетленное, бессмертное тело. Такие тела получат воскресе во Христе Иисусе. Это относится к второму пришествию Христа. И после я не буду оспаривать. Есть братья наши, которые учат через семь лет. Некоторые учат перед великой скорбью или после великой скорби. Я об этом сегодня не толкую. Или посредине. Но через определенное Богом время, когда совершится в небе пир, брачный пир акция с его невестой. Тогда Христос явится со святыми на земле. Галилюя. Мы читаем это в начале Деяний Апостолов. В первой главе от 9 по 11 стих. Когда ученики смотрели, как он возносился на небо. И два мужа в белой одежде явились. И сказали, что вы, мужи галилейские, стоите и смотрите. Сей самый Иисус, который был взят от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели, его взят. И кроме всего, и придет на то место, откуда он был взят. Пророк Захария говорит, и гора раздвоится. Так дальше. Слово Божие об этом всем говорит, ясно и понятно. Поэтому, дорогие, все события, все, что мы видим вокруг нас, оно указывает на близкое время пришествия Христа. Слава Ему. Аминь. Указывает, но ни дня, ни часа. Я не смешиваю это. Я говорю и повторяю, подтверждаю, кто бы не явился, даже ангел, и говорил нам, день и час, как и эти братья, которые повесили эту афишку, я читал, 28 октября 92-го года. Я уже ее читал в 93-м году. И это не сбылось. Значит, кто-то получил какое-то обманчивое откровение и на этом базировался, не полагаясь на то, что сказал Иисус. У Слове Божие говорю обо всем сказано. Дальше. Тайны. Мы прочитали о многих тайнах, одна из них сокрыта. Тайны открываются людям, которые ходят в общении с небом. Бог говорит через пророка Амоса, что он ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Слава Ему! Слава Ему! Не только пророкам, говорю в Новом Завете, как сегодня, но Дух Божий, который пребывает на нас, он есть также Дух пророческий, и он имеет право вразумлять, наставлять, предостерегать и так дальше. Слава Господу! Я уже упомянул, параллель между тайной церкви и тайной беззаконии идет сейчас. Параллель! Кульминационный пункт или наивысший церковь возьмется и откроется человек греха, сын погибели. Это очень близко. Некоторые утверждают, что он уже родился на Близком Востоке в 62-м году в феврале месяце. Я об этом читал. Я не буду это утверждать. Но он откроется. Откроется. Мы видим, тучи сгущаются. Все к тому стремится. Ни один президент, никакой царь или руководитель не может дать радость, что делается в мире и так далее. Денежная система придет коллапс или полному хаосу. И мы видим постепенно, постепенно. Я не хочу указывать. Сегодня люди в страхе, то и другое. Знаете, и одни бегут в Канаду, в пустыню Аравийскую хотят, или в Аляску и так далее. И почти все из них уже сделали промах. Когда мы читаем 24 главу Матфея, я не знаю, обратите внимание, о пустыне Иисус сам сказал. И там слово он написано курсивом, вставлено, его нет в оригинале. Когда скажут вам за пустыню или пустыня, не верьте, не идите. Вы знаете, церковь, он сам соберет со всех концов земли, где бы ни были, лишь бы были готовы, слава Богу. Будет ли в Германии или Канаде, где бы ни были, будет ли день или ночь, в одной стране будет день, другой ночь. И те, которые будут готовы, будут взяты. Все идут, говорит Христос, как вор, как так ночью, как вор. Ни разу, когда был молодой верующий, не мог согласиться с этим. Ну как же так? Сын Божий, святой, непорочный, безгрешный, и он сравнивает себя с вором. Да, конечно, там есть две причины. Во-первых, причина так, что он явится, когда как вор люди не ожидают, он сказал. В тот час, когда не думаете, он явится. Это одна часть, но это не все. Главнейшая часть заключается в том, что вор приходит не для того, чтобы забрать мусор с дому. Мы говорим гарбич, или в Южной Америке басура. Не для того, чтобы забрать мусор с дому, но вор приходит забрать самое драгоценное, что есть в доме. И Христос заберет от этого мира тот, что искуплено драгоценную кровью его и запечатлено драгоценной печатой Святого Духа. Аллилуйя! Слава Ему! Самое драгоценное! И этот мир будет обкраден! Обкраден! Сегодня сатана не имеет силы полной даже над пьяницей, над грешниками, потому что церковь на земле и Дух Святой на земле. Павел говорит, доколе не возьмется удерживающий теперь. Знаете, пускай кто-то толкует, много толкований на это. Я не есть толкователь. Не поймите меня превратно. Я не стараюсь толковать Библии. Я стараюсь, чтобы Библия меня истолковала. Это я стараюсь. Поэтому я не толкователь. Но дорогие, Слово Божие, да и аминь, истинно и верно, хвала Господу. И Христос явится или возьмет от земли самые драгоценные. Вор приходит, поэтому он сравнил себя с вором. Не мусор, но забрать самое драгоценное и мир будет ограблен. У нашей жизни, пока мы на земле, Иисус дал нам два титула. Сегодня даже проповедники любят титулы. Вы знаете, что такое титул? Любят их, чтобы звали их так и так. И Иисус сам дал нам два титула. И эти титулы не делают нас гордыми, пышными и тому подобное. Это вы соль земли и свет мира. Галилюя. Соль предохраняет, свет освящает. И вот соль земли и свет мира будет взят. Дух святый будет взят и удерживающий теперь. Вы можете себе представить, что будет на земле? Слово Божие говорит, горе, горе, живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол в великой ярости, зная, что осталось мало времени. Это будет, братья, и недалеко. Как важно быть готовыми, когда появится Иисус. Аллилуйя! Аллилуйя! Тайна беззакония тогда была в действии. Сегодня беззаконие я не хочу говорить неприятно, но за моей памяти, что я в Америке, в Норд-Америке, в Канаде, если кто занимался содомским грехом, вы понимаете, о чем я говорю. Знаете, то его считали ненормальным. Сегодня они по сто тысяч в Сан-Франциско, или в Торонто, или в Нью-Йорке демонстрируют и требуют правду. И многие из них уже в правительствах есть. Правительство. Это по-испански или в латині называется перверсия и взращение плоти. Я вам упоминал, едут недавно в самолете. И так взяли журнал Тайм. Открывают, читают, фотография, сочитывают две женщины. Знаете, когда мы бы все знали это, что делается, что творится, тайна беззакония набирает меры. Мы только миллионную час знаем и ужасаемся, но Бог все это видит и знает. И думаешь, Господи, до какой поры ты будешь терпеть это все? До какой поры? И вот эта тайна беззакония родит беззаконника сына погибели, который сядет в храме, выдавая себя как Бог. Вы знаете, израильский народ здесь мудрый народ, евреи мудрый народ, но он их обманет. И нам говорит Даниил в 9 главе 27 стихом о последней седьмине. И первая половина этой седьмины будет мирный обман. И еврейский народ ему доверится. Но половина седьмины прекратится там описано, что и когда он покажет себя, народ израильский увидит, восстанет против, и будет на них великое гонение больше, как было когда-либо. И народ воскликнет, как Захария пишет, где же тот обещанный? И слушайте, сегодня много разговоров есть. Но читайте вы двадцать третью главу Матфея, лучше я прочитаю ее. И последний стих. Матфея двадцать третья глава. Сегодня много говорится, что будет так дальше. Слушай, что Иисус сказал израильцам, евреям. Все, тридцать восьмой стих, тридцать девять. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо скажу до тех пор евреи не обратятся. Так сказал Иисус. Доколе не воскрикнете благословен гряды. И он явится избавит остаток Израиля. Слава ему за этого. Аллилуйя. Братья и сестры, он явится за церковью своей. Тайны, как я сказал, открываются людям, которые ходят в общении с небом. Мы видим, говорю, параллель. И тайна творения, как было в начале, повторяется в новом рождении каждой души. Когда мы читаем от начала книгу Бытие, первой главе, там написано в английском языке земля или вообще все было без формы. Тьма носилась. И Дух Святой там обитал над этой бесформной бесформной как сказать или я как их назвать и не знаю сам. Но и Господь произнес первые слова да будет свет и стал свет. Слава Ему. И я говорю, Дух Божий носился тогда над бесформной землей. Носился. И то самое происходит с новорождением каждой души. Над мной было или над тобой. Дух Святый носился и произнес слова да будет свет и стал свет. И Дух Святой возродил нас, сделал нас сынами света и разделил Бог свет от тьмы. Братья сестры, Павел пишет, вы сыны света, вы сыны дня или мы сыны дня, да трезвимся, мы не сыны ночи. Братья, Бог и сестры предопределил нас не на гнев, слава его, придет гнев Божий на сыно противление. Я уже упомяну, что сегодня делается. Ужас, ужас, что делается? Эти люди, беззаконники, пробираются в правительство, те, которые занимаются содомскими грехами. Бог терпит. И явится скоро гнев Божий, но Господь говорит нам через перо и уста апостола Павла, что мы предопределили не на гнев, слава Господу, мы сыны света, дочки света. Бог от начала сделал разницу и отделил свет от тьмы. Ходи в свете. Дал нам меру света, ходи в свете. Галилю, слава Ему. Теперь я хочу приходить дальше, приводить к заключению. В чем заключается тайна церкви? Мы читаем римлянам, кого он предопределил, и так далее. Предузнал, предопределил. Это 8, 29, 30. Я читаю Ехвесянам 1, 3 по 5. В чем заключается тайна церкви? Ехвесянам 1, 3 по 5. Благословен Бог и Отец Господа нашего Исуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Для чего тайна? Читаем мы Ехвесянам 3, 10, 11. Дабы ныне соделалась известной через церковь на небесах, то есть начальством и властью на небесах многоразличная премудрость Божья. Галилюя! Ангелы это не понимают, потому что они не согрешили. Они не укусили благодати примирения с Богом, благодати спасения. Поэтому когда один грешник кается, они радуются. Они этому радуются. Но они не пережили этого. Но мы пережили. Братья и сестры сегодня много толкуют, говорят. Но я скажу, на земле нет пера, нет уст, нет художника и писателя, который бы описал спасение, крещение Святым Духом Одной Души. Что мы переживаем? Это блаженство неба на земле. Слава Богу! Я не понимаю тех людей, которые противятся крещению Духом Святым. Как Господь крестил меня, тебя, какой мир наполнил душу, какая любовь обнял бы весь мир, прижал бы грудям. Всех людей, правда? Так есть. Так есть. Потому что любовь Божья злилась в сердца наши Духом Святым данным нам. Сегодня много об этом говорится. Очень много и упрекают. Любви не любовь изливается Духом Святым. Истинная Божественная любовь. Слава Господу! Аллилуйя! В чем заключается? Мы читаем. Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властью на небесах многоразличная пребутость Божья. Через церковь. Мы не можем все истолковать. Поймем, когда будем там. Но поэтому послание христианам самый глубочайший колодец всей ведомы от вечности Богу дела его дабы славилось и величалось имя его святое слава ему. Аллилуйя! Поэтому дорогие если Бог тебя спас присоединяйся. я был подписчиком журнала Christ for the Nations Христос для народа в английском языке и мне прислали картину я повесил так как идти наверх на стене восхищение церкви картина была у меня в доме одна женщина канадийка англичанка она методистка когда-то методисты горели и она когда шла и обратила внимание на эту картину и говорит what's that что я говорю это картина восхищение церкви а она говорит какой церкви а я говорю Христовой а она говорит а где она я говорю на земле ну а как она называется и вы знаете она начала задавать вопросы ничего не понимает и вот является большой вопрос почему почему я не раз говорю если хотите принадлежать старайтесь принадлежать к той церкви в которой Христос спасает в которой он исцеляет в которой крестит духом и главное за которую он придет и поэтому эта женщина она методистка когда-то методисты горели не понимает о чем речь идет а где эта церковь она ходит в церковь она принадлежит к этой церкви но видать этот пастор сам не ожидает и людей не учит тот что Христос явится и возьмет свою церковь и она не знает где она и что и так дальше слава Богу что в наших церквах проповедуется правда проповедуется церковь которую главное проповедуется в этой церкви что Христос скоро явится и возьмет своих от земли а если проповедуется говорится значит нам напоминается чтобы мы приготовились и были готовы к этому есть много событий в Библии написано многие из них уже исполнились но это событие о чем мы говорим восхищение церкви еще не сбылось впереди перед нами может в эту ночь может в эту ночь я помню мне уже время кончать уже три четверти часа я говорю я помню я ходил на собрание играл в шахматы я уже говорил вам когда-то и эта эта беда меня держала от Бога шесть месяцев ходил на собрание ну и знаете у нас не был такой сильный проповедник но однажды после пения чтения слова Божия молитвы брат так сидит у стола и начал говорить о пришествии Христа ну может быть в этом году так говорил говорил а потом а может в этом месяце а потом а может в этот на этой неделе явится ну а может и в эту ночь и вы знаете все ближе и ближе куда дошел ближе и на меня напал страх это было не знаю какой день среда или вторник я говорю если Бог даст мне дожить до воскресенья я вступаю в завет с ним и буду жить для него и я принимал крещение один я не ждал дальше дальше не мог на меня напал страх а я не готов и слава Господу я не прошел жалею конечно если бы раньше было бы лучше хвала Господу дорогие дети Божьи наша тема откровение тайны откровение тайны я не говорю дня и часа я не имею на это права но я имею право сказать что Христос скоро придет и возьмет знаете кого тех которые будут готовы правда и знаете кого возьмет мы читаем в 11 главе евреям там написано Энох Энох был взят и Энох написано перед взятием угодил Богу написано угодил Бог много толков кого он возьмет сегодня и не ной но Энох есть прообразом восхищения церкви потому что Ной перешел в суды но был спасен но Ной но Энох не видел судов восхищения церкви и его прообразом есть Энох Энох угодил Богу и те которые сегодня угождают ему они будут взяты готовы слава Богу амен старайтесь угодить Богу слава Господу присоединяемся ко спасенным к тем за которыми явится Христос братья и сестры я вам кажется упоминал если имел возможность в прошлом году я здесь был сказал в Америке где проповедовал братья я еду в Германию брат там наши родственники наши друзья там уже в Германии всех попечатали 666 узнай там что там не успел я вылезти из самолета в Франкфурте меня окружили братья ну что брат у Америки уже всех попечатали вы знаете что там делается что уже всех попечатали я говорю слушай что вы знаете я видел войну я видел войну наш город 4 раза переходил я видел войну и в войне поражает не сила не сила поражает паника поняли вы кто был на войне на войне поражает паника если войско попадет в панику никто никого не слушает бежать как бешеные не знают кто куда я видел своими глазами и кому-то интересно сеять в народе божьем панику кому-то интересно но не я но Христос сказал когда вы все это увидите сбывающимся восклонитесь и поднимите головы ваши аминь братья я имею право на это ибо приближается избавление ваше слава господу аминь не прячьте головы будут люди которые будут прятать голову в скалах но вы склонитесь очень близко мы скажем господи мы уже тебя давно ожидаем аллилуйя слава это очень обширная тема дорогие я не могу все кончить пусть дух святой приведет к концу в наших сердцах будем верны Иисусу слава ему он скоро явится и он предопределил нас не на гнев и вот я стою в Массачусетсе стою я в Калифорнии где эта паника и я говорю людям прочитал с 13 главы откровения и там написано никому нельзя будет ни покупать ни продавать кроме того кто имеет печать и написано и поклонятся ему все имена которых не написаны в книге жизни тут в этой книге написано поклонятся так что те которых имена в книге жизни у вас они не поклонятся и теперь я говорю братья и сестры я завтра уезжаю в Канаду мне не ехать 900 км и вот я установлюсь возле танкштеля и куплю бензина и у меня никто не спросит ни печати и не будет ставить печати я заплачу и поеду так что то время еще не настало чего вы в панику бросаете и надо им пояснять зайду в магазин я куплю хлеба и до хлеба и вы купите и никто из вас в печати не требует правда нет правда то самое в Америке ну почему что же вы делаете зачем мы панику разносим почему люди не держатся Слово Божие понимаете а тут написано кто поклонится кто примет те имена которых не написано там написано читайте 13 главу откровения там написано поэтому дорогие будем довольствоваться тою печатью которую мне Господь дал 26 апреля 1948 года а вам я не знаю знаете печать Дух Святый положил печать на нас увезу в небесах когда крестил Святым Духом слава Богу амин хвала Богу положил нам печать не замарайте эту печать чтобы она была чиста слава Господу братья и сестры благодарю вас за ваше внимание мы пойдем на наши колени будем молиться если есть между нами душа дорогая душа паспорт есть тебе в небесах визу имеешь если нет приди сюда постарайся чтобы Христос выдал паспорт на той церкви не выдаст я не выдам но Христос может аминь он выдаст